Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет сказка о француженках или парижанках. С того момента, как я начала рассказывать вам о француженках, о том, что они делают, как они живут, о их рецептах красоты и так далее, появилось очень много комментариев, что все это мифы, что все это сказка, что это неправда. Абоненты, которые живут во Франции или, возможно, живут во Франции, начинают писать, что у них не так, у них все по-другому. И все француженки страшные, и все парижанки ужасные, неухоженные и так далее. Сегодня я хочу обратиться вот именно к вам, всем, кто считает, кто видит, кто живет в другой реальности, то, пожалуйста, откройте канал и вещайте о том, какие ваши парижанки. Я не хочу идеализировать парижанку, француженку. Я живу в пригороде Парижа. Пригород Парижа – это не Париж. Если сегодня вы меня спросите, хочу ли я жить в Париже, я вам отвечу так, смотря в каком квартале. Я человек очень разборчивый, и иногда лучше жить в пригороде в Париже, в своем хорошем, красивом частном доме, чем жить не в очень благополучном квартале в Париже. Потому что и в Париже бывают ужасные кварталы, и в других городах Франции бывают ужасные кварталы. Иммиграция очень большая, очень много иностранцев. Но сегодня я не буду вам говорить о том, как это ужасно. На моем канале я не обсуждаю политику, я не обсуждаю какие-то такие, наверное, такие колкие темы. Это не моё. Мой канал, он эстетический. Мой канал, чтобы донести до вас что-то прекрасное, создать хорошую атмосферу, создать приятные минутки, минутки общения со мной. Я хочу, чтобы он вас мотивировал. И знаете, в нашей жизни столько всего вокруг страшного, плохого, ужасного. И кто-то строит на этом контент, и каналы очень хорошо пробиваются. Мой же канал, в первую очередь, это школа, это учебник, как я уже говорила, бесплатная брошюра для меня самой. Я даю вам информацию, но я и от вас получаю массу информации. Я сегодня не говорю о негативной критике, о обсуждении внешности кого-то, о расизме, о неуважении к личности, неуважении к моей семье, неуважении к моим абонентам. Француженки бывают разные, парижанки бывают разные. Есть люди, которые создали в своей голове картинку, очень часто это те, кто не живёт во Франции, какая она француженка. Но я сегодня открываю для себя мир парижанки, мир француженки, той, на которую мне хотелось бы равняться. Не на которую хотелось походить, а вот именно от которой мне хотелось бы взять кое-что и добавить то, кое-что хорошее и добавить внутрь. Как бы, не то, что переделать меня, но я считаю, что люди на этой планете здесь, на Земле, чтобы учиться, чтобы меняться. Каждый возраст, он прекрасен. Мы учимся и у парижанок, и у русских, и у других иностранок, у мам, у пап, у блогеров, у которых мы смотрим. Я считаю, что это прекрасно. Это бесплатная информация, иногда платная, но она не может быть идеальной. Никто не может быть идеальной. Если вам хочется чего-то идеального, профессионального, совершенного, просто включайте первый канал телевидения или какой хотите, и там уже будет ясная картинка, отличный звук, четкая речь, без акцента. Если вы хотите какой-то художественный фильм, добро пожаловать в кинотеатр, также на телевидение. Француженки бывают разные. Я, наверное, буду повторять эту тему много-много раз. И я могу вам сейчас сесть и рассказать, какие бывают они ужасные, неопрятные, грязные, какие они неидеальные матери. Но даже в этом неидеальном можно что-то подчеркнуть. Понимаете? Вот иногда мы считаем, что мы это то, что вокруг нас вертится, да? И очень часто в комментариях почему-то вот опять же повторюсь, есть такая позиция защититься. Защититься. Вот вы описываете парижанку, вы идеализируете парижанку. Она не такая. Она не такая. Она раньше была такая. Я вас прекрасно понимаю, мои хорошие. Она не такая. Она современная. А современная парижанка, она другая. Она вообще и не парижанка. Не обязательно быть парижанкой, рожденной в Париже, чтобы выглядеть, чтобы чувствовать себя самая главная парижанкой. Откуда я черпаю эту информацию? Из многих источников. Во-первых, из окружения. На сегодняшний момент мне бы хотелось вас пригласить в гости. Многие считают, что я выдумываю что-то, что у меня нет знакомых, у меня нет подруг францужных. Я вам честно в этом призналась. Но у меня есть знакомые. Знакомые, которые не хотят сниматься. Вот сегодня только получила СМС от одной мамочки. Мы были вместе на день рождения детей. И она просила просто-напросто и меня, и тех мам, которые были рядом, не выставлять ни фотографии. Я уже не говорю о видео и так далее. В социальные сети. Сейчас это везде и поголовно. Сейчас француженки очень шепетильно относятся к этому вопросу. Поэтому многое просто я вам не могу показать. Не то, что детей, но и сами они не хотят сниматься. 21 век, он и прекрасный век, и в то же время он достаточно жестокий век. Очень много страха, очень много недосказанностей, очень много грязи, очень много негатива. Но если мы будем останавливаться только на этом, то мы не увидим ничего другого за этим. Нужно просто иногда раздвинуть листу, листву опавшую, чтобы увидеть грибы. Нужно поднять голову к небу, чтобы увидеть красоту. Нужно иногда полистать книгу. Нужно вдохновиться. Все мои видео это мотивация, это вдохновение, которое... Вот вдохновение может прийти от фотографии, от книги, от увиденного аутфита на улице. Иногда мне хочется поснимать, но я просто не могу достать камеру. Вы мне пишите, что почему ты не ходишь на улице Парижа и не снимаешь или на улице даже нашего преграда. Честно скажу, были у меня такие мысли. Я понимаю, что такие видео стрит-стайлы набирают массу-массу просмотров. очень интересные. Мне самой интересно смотреть на людей, как они одеты. Не просто вот на каком-то подиуме, а в жизни, как они одеваются. Ну, все мы понимаем, что, в принципе, это нелегально. Мы не можем выставлять людей без их спроса. Те, кто сегодня снимает, он прекрасно это знает. Он отдает себе в этом отчет, что это может и пройти, но может и ты можешь попасться. И так во всем, понимаете. Можно снимать как-то, но это нужно очень много проводить времени монтажа, как-то обрезая головы. Но тоже это не совсем эстетично для меня, это не совсем красиво. Я предпочитаю подавать вам информацию, ту, которую знаю, как рецепты красоты парижанок, как вот была массаж горячей салфеткой. Этот рецепт, рецепт моей свекрови. Рецепты красоты, которые я могу где-то прочитать, увидеть по телевидению. Не все живут во Франции. Те, кто живет во Франции, они могут это знать, для них это может быть банальностью. Тот, кто живет за границей, в других странах, я думаю, что это интересно. Это всегда расширить кругозор, это всегда узнать что-то интересное, это всегда научиться чему-то, понимаете. И в Москве, и в Петербурге не все, и не все такие красивые и идеальные. Я прекрасно понимаю, что русская женщина, она славится своей красотой, она славится своей ухоженностью. Но француженки славятся своей естественностью, своей легкостью, и в этом их шарм. Почему мне сегодня захотелось поглубже узнать француженку? Потому что я живу в этих реалях, потому что я занимаюсь фотографией, я занимаюсь множеством других дел, для которых мне хочется глубже узнать вот истинную парижанку, на которую равняются, равнялись, может быть, раньше. Ну, ни в коем случае не говорю, что она самая лучшая. Я считаю, что самая лучшая это та, кто сидит сейчас по ту сторону экрана. Это та, то, во что вы сейчас одеты, это самое лучшее для вас. Если у вас закрался вопрос, вопросительный знак, а на самом ли деле это так, значит, вы не уверены, значит, вы хотите учиться, меняться, и это здорово. Тот, кто смотрит мой канал на протяжении многих лет, то знает, что мой канал меняется, контент моего канала меняется, и я с радостью, я с гордостью, я с трепетом говорю вам спасибо тем, кто сегодня все еще есть на моем канале, потому что есть такие люди, которые, зрители, которые, ну, вот, с первых абонентов практически со мной. сегодня я хочу обратиться к тем блогерам, которые пишут меня иногда с просьбой, иногда с большой просьбой, иногда с упреком, что, пожалуйста, расскажи о нас, прорекламируй нас, посоветуй наш канал, зайди к нам, посмотри. Я от всего сердца вас благодарю за поддержку, за то, что вы смотрите меня, за то, что вы... Я надеюсь, что я вам нравлюсь, и не только из-за того, чтобы просто вас прорекламировать, как бы, я к тебе зашла, ты ко мне зайди. Честно скажу, я на протяжении этих лет очень, даже никогда не заходила и не просила никого. У меня не были коллаборации с несколькими блогерами, и это было по обоюдному согласию. На данный момент, мои хорошие, я хочу зайти к вам, я хочу вас поддержать, я хочу вам посоветовать, чтобы вы нашли свою тему, как я нашла сегодня свою тему, завтра, может быть, у меня будет совсем другой контент. И я хочу вас сегодня призвать, если есть блогеры, которые меня смотрят, я просто физически не могу всем сказать, заходите на ее канал, заходите, мне не хватит даже одного видео, чтобы всех о вас рассказать и посоветовать. Просто сегодня я призываю, если есть блогеры, которым я могу чем-то помочь, обязательно оставьте комментарий, оставьте ссылку на ваш канал. Если ссылка, иногда они уходят в спам, уйдет спам, я обязательно ее, как это сказать, не опровергну, ну, то есть, я ее поставлю в комментарии. И так, вы можете рассказать о себе, вы можете рассказать о том, что вы делаете, и, возможно, так, люди, которым понравится ваш контент, зайдут к вам. Сегодня было такое вот разговорное видео, также в этом видео, и хочу вас призвать быть более уважительными, быть более толерантными, быть более легкими, и воспринимать все с улыбкой. Никто не может думать, мыслить и быть, то есть, никто не может рассказывать о том, о чем расскажете вы, но вы не можете рассказать о том, что расскажу я. Если даже эта тема одна и та же, как у многих блогеров, не только я освещаю француженок и парижанок, вы все равно найдете что-то новое, контент будет построен по-другому. И вот под этим видео также, это видео обращение к вам. Я хочу вас попросить, задавайте мне вопросы, что бы было вам интересно, какие видео были бы вам интересны о парижанках, о француженках, о жизни во Франции, о моей семье, может быть, какие-то кулинарные видео. Я понимаю, что многим хочется рецептов. Рецепт шоколадного мусса, рецепт того или иного блюда, которое готовит моя свекровь. Я очень хочу с вами этим поделиться, но иногда у меня просто не хватает времени. Понимаете, монтаж видео, он различный. Монтаж видеоразговорного, он не занимает столько времени, как монтаж видеовлогов. Когда ты собираешь кусочки, когда ты монтируешь, когда ты выставляешь, что-то вырезаешь, накладываешь музыку. Сесть и поговорить, это намного проще при монтаже. Ты запнулся, пролетел самолет, закричал ребенок, зашел близкий тебе в комнату, ты просто это вырезал. Ну, в принципе, монтаж, как рецепта или влогов, он занимает очень много времени, поэтому мне бы очень хотелось доставить вам такое удовольствие. Но я буду стараться, как только будет у меня больше свободного времени, я обязательно это сделаю. Также я поняла, что иногда, возможно, раз в месяц, вам будет интересно смотреть то, что продается у меня в магазине, в моем винтажном бутике. Я постараюсь сделать красивое видео и буду приглашать вас посетить мою новую коллекцию, которая выходит сейчас. Коллекцию «Новогодняя ночь», где вы можете приобрести украшения винтажные и не только винтажные, ретро-украшения, которые будут замечательным подарком для вас или для ваших близких и будут частичкой Франции, Франции с душой, с моей также душой, потому что я вкладываю всю любовь в эти украшения, когда я их выбираю, когда я их упаковываю, когда я выбираю винтажные ретро-открытки для вас. Обязательно, я обожаю дарить подарки. Я вкладываю в посылку больше подарков, чем сам предмет. Мне это доставляет колоссальное удовольствие. Как я уже сказала, тот, кто умеет дарить, умеет жить. Поэтому давайте позаботимся заранее о подарках. Я оставлю ссылку на мой маленький бутик, любимое детище, в инфобоксе. И заходите, я буду рада вашей компании. Спасибо, что послушали это видео. Вот такая сказка, откровенная сказка о француженках. И всех целую, обнимаю. До новых встреч. Ваша Светлана, Франция. Светлана, Светлана, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин